Добрый день всем! Собственно, мы Денис Маш и Юрий Аверстаг. И очень хорошо, что мы сидим после представителей RCG. Почему? Потому что крупный бизнес и совсем маленький бизнес мы тут рядом. Собственно, мы очень маленькие люди с совершенно другой бизнес-моделью. Мы аутсорсники преимущественно. Тут есть наш миссия, наш девиз. Наша презентация будет тоже очень короткая. Потому что мы, на самом деле, каждый год выступали на фазе. Мне казалось, что сейчас у нас есть презентация, как после того, что была раньше в предыдущие годы. Но на самом деле нет, много новых лиц. Окей, окей. Собственно, социально-организированный бизнес-дизайн-бюро, который с этого года работает только социальными проектами. Который работает пробована. Как это выглядит? Смотрите. В 2016-2017 годах. В 2016 году 30 проектов социальных. И еще некоторое количество не социальных. В 2017-м в нашей маленькой студии уже оседил 35 социальных. И теперь мы работаем только с ними. Увеличили долю пробована до 15. И здесь мне очень не стыдно находиться после RCG. Потому что у них 16 фондов. А у нас... 15, знаешь? Но мы в разы меньше, правда. Да. А в разы меньше, у нас в разы, наверное, больше-более, на самом деле, от работы. Потому что мы уже достаточно давно в третьем секторе живем. Мы даже не на стороне дизайна живем. Мы интегрированы в третий сектор. Да. Вот так. Не дай мне разобрать. Мы не участвуем в фестивале. Не тандеримся. Не получаем наград. Правда, при этом, естественно, никаких. И то, что мы хорошо знаем, это мы знаем воли, соль, дизайнер Дина, фондов и энкор. Знаете? Да. Соответственно, когда мы начали работать с ProBone, первый наш проект был в Центр прав и возможности век. Мы увидели, что это абсолютно незанятая ниша. что здесь мы можем получить очень интересный вектор развития и, действительно, приносить какую-то пользу. И, соответственно, с 2016 года у нас основная миссия была уже с сотрудничественными, с коммерческими организациями. И мы те, кто зарабатывали на коммерческих организациях. Нормально. Ну, немного. Нормально. 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 Ну, давайте сразу к воле перейдем. У нас все четыре слайда. Все у нас хорошо, в общем-то, как в маленькой студии. Но, 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 но. Боль этого года — это люди. Без многогластрения болят. Вот. Люди болят и не просто люди. Кто может больше всего болит? У нас больше всего болит. Это больной зуб. И коллеги вот из бесед с, опять же, другими коллегами, я вижу, что это больной зуб у всех. И здесь друзья, дружеский аудит, недружеский. Вот у нас недавно был случай. Битва, да, на очень крупном проекте. Дают аудит два высокоуровневых разработчика по одной публичной платформе. Ну, как бы, смотря как работает царь, почему он работает медленно, грубо говоря. Оба высокоуровневые. Оба запускали проекты федерального масштаба. И у них разные суждения по одному и тому же поводу. Дальше начинался просто бой двумий концов. Мы видели вот эти вот огромные тенды в чатах. Понимали, о чем они говорят. Но было ощущение, что вы сейчас просто наблюдаете там матч-поид и большой тенд. Потому что мячик перекидывался с одной стороны аудита на другую сторону аудита. А разработчики, знаете, смотрели, куда нас еще раз ужин сила. Как вот понять этот аудит, если оба, собственно, аудитора имеют кредит и доверие при всем? Аудит скрытит? Мы дотовы не слышим. Ищем третьего хорошего. Возможно, в других случаях, когда они оба порадуют, Вопрос в том, что два гармонтинных технических решения, которые имеют у нас труды. Возможно. Но вот это потеря времени, потеря денег и начинают немножко портиться отношения. Это вопрос к опрессам. В связи с реализацией должен быть человек, который сам берет на себя опресс, за то, что технически по один по этому платить или по другому принимает. Или вы просто выбираете одного и просто не доверяете. Знаете, есть такой мем, говорят, что сложно найти нормального мужчину. Мы еще программистов. Мы поменяли за последние два года сменили четыре команды. В той или иной степени. Именно. И не просто отдельных людей. А мы меняем номер команды. Но это, мне кажется, все потому, что вы сами немножко не программисты. То есть, когда я программист, еще программист. Я даю такую инициальную задачку. Я понимаю, что эту задачку может решить только тот человек, который может, как я. Я смотрю, потом разрешаю эту задачку. Если он разрешает, соответственно, я думаю, маленький кусочек рабочек. Если он справляется, я думаю, большой кусочек. Это замечательно. Но у нас есть арт-директор. И прочих, у нас есть арт-директор. И прочих надо, чтобы мы... Это уже бизнес. Это уже, в основном, бизнес-модель. Вот чем мы отличаемся от крупной студии? Мы не можем брать супер-кейсы. И это то, что мы поняли за 4 года работы. Мы надорвемся. Мы уже надрываемся. Вот мы маленький аутсорсный бизнес. Но мы живем классные вещи. И мы сейчас перейдем к следующему слайду. Чему мы научились? Немножко развить боль про людей. Боль про людей. Особенно боль, когда-то пробона. И мы получили незабываемый опыт в этом году. Вот именно в этом году. Опять это была разработка, когда человек приближается с нами делать пробонопроект. Но за пробонопроект ответственный мы. Он, соответственно, лажает, смотрит честно нам в глаза. Как кто-то с шека. И не ж могла говорить. Но на самом деле это был случай, когда на нас вышел подъем. Он предложил свой услуг и сказал, что этот проект он тоже сделает пробонопроект. На этом случае у нас есть на самом деле рекомендации именно для агентств. Большая часть наших проектов мы оплачиваем часы работы сотрудников так же, как и коммерческие варианты. То есть в той схеме 30-15 для наших сотрудников нет разницы. Выполняют они коммерческие, как раз именно пробоны. Это пробоны, это наше решение. И таким образом мы, соответственно, во-первых, сохраняем рабочие отношения. А с другой стороны, для небольшой студии, особенно для Google Source, очень большая задача, чтобы сотрудники были постоянно при деле. Чтобы они не простая. Таким образом, мы вводопроекты также используем, чтобы у них была постоянная работа и постоянная занятость. У нас очень важно, чтобы эти люди были с нами приятны. Для дизайнеров это хорошая работа для программистов, которым именно чуждое звено, к которому мы хотим верить, потому что мы не программисты, да? Мы им верим, а они собраны. Поэтому есть очередь. Вот лайфхак, на самом деле, между сайтом 3 и 4, мы переходим к лайфхакам. Лайфхак следующий. Было бы классно найти партнера на разработку на промо-монопроекты, в том числе, и делить все-таки ответственность. То есть мы можем сделать дизайн, создавать хорошую тизе, мы общаемся с третьим сектором, мы туда интегрированы, нас там знают. Если у нас появится партнер по разработке и договор с НКО, а это надо делать через договор, опять же, даже можно работать, есть типовые документы, собственно, они там будут выступать, скажем, или у них будет свой договор. Вот это было бы очень здорово. Вот такого найти хорошего партнера по разработке. Кто знает, решите. И тут мы переходим к четвертому слайду. Если вам было интересно, что такое open call, это было? Open call, да это будет тоже, на самом деле. И вот лайфхак этого года, после двух надрывов таких на промо-мон работе, когда прям коленки дрожали, и ответственность, и договоры, и все так и прочее, мы поняли, в очередной раз мы прям уже очень хорошо скажем. Придется отказывать. Даже классным ново-шкам, дополнительным организациям, которые дадут очень хорошие вещи. И приходится отказывать. Ну, на самом деле, не просто отказывать. Минута. Отлично. Ставить в очередь, Леша, и здесь мы познаем другую грань человеческих отношений под названием лояльность. Некоторые готовы ждать в этом листе, когда мы разгребемся и все сделаем. Спасибо. Коллеги, вы называете, как обычно, один вопрос, если есть? Есть. Вот. Я не знаю, просто минуты, какие-то вопросы или замечания. Ну, это как бы программисты, да? Ну, то есть, вообще, ну, я заметила, по-моему, работают очень большое количество денег, да, в эти сферы. И не всегда их, ну, программисты понимают, что за каждый свой час они получают там деньги. И, ну, очень тяжело пока что действительно найти людей, которые готовы работать на благотворительной организации, просто потому что сфера IT реформлена. Ну, то есть, если не будет ваш благотворительный фонд, то будет куча там других организаций. Я не знаю, может, например, там будет запрос от нас, это на кого-то фасики, чтобы... Ну, в общем, разработчики нужны. И воспитывать, наверное, их нужно, я не знаю. Ну, как это называется? Смотрите, в нашем случае мы все-таки именно что нанимаем. То есть, у нас может быть ставка, она не совсем полная, но мы нанимаем разработчиков, да? То есть, вонопроекты — это ответственность меня и Дениса, как послал в бизнесе. Вот, но проблема в том, что очень сложно их проверить, да? То есть, как бы, есть ощущение, что сайт может сделать, как бы... Каждый, вот, на вакпрессике натянув туда разность на стенку. Это не так. И когда, соответственно, у нас очень большие требования к дизайну, к оплёрстке, к заданиям, мы это все очень серьезно проверяем. И, как бы, на проверку оказывается, что, если какой-то минимум там все хорошо, то дальше... То есть, проблема в том, что у нас проекты, они не очень высокотехничные, с одной стороны. И, с другой стороны, требуют... Но мы, да, тоже не следы. Да, и плюс еще, как бы, у нас работа программистов оплачиваем. Слушайте, и в конце концов, фрубон — это вопрос какого-то созревания. Не хочется, как работать с фрубоном, зачем его тянуть? Он еще не хочет, ну и все. А мы-то ищем тех, кто хочет. Товарищи, товарищи.